как предприимчивая педагогистка приезжали из Дании, из Финляндии откуда-то еще? в Асангеле были деньги, можно было все подумать деньги Евросоюза были, деньги Примуса потому что Примус как бы последний год работал и опять же мы выиграли там тоже какие-то предложения делали мы выигрывали все, а потом ужаснулись когда преподаватель будет лекции читать денег столько, что надо было обучать все время но зато была возможность провести множество семинаров в красивых городах Эстония, у нас их уже можно было спа проводить можно было на каком-то интересном кутере почему? иногда обучение дают большую эффективность если в неформальной обстановке так вопрос еще, пожалуйста спасибо 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 кто у нас, а можно предпринимать посказать немножко можно предпринимать еще время на встречу я думаю, что это уже полезно замен у нас денег у вас на окопление нет? У нас гораздо холоднее. У нас коммунальные платежи огромные. Я вам честно скажу, в квартиры уходят селекомпорт. Зачем хотели? Нервы, нервы, нервы. У нас нет задвижки общих. Отдельно при своем доме. Здесь нельзя перекрывать, иначе разорвет все трубы. Мы с прошлого года перешли на модульное обучение, чтобы создать модули на 30 точков, это не семейство. И этот модуль по предпринимательству тоже 30 точков. Это первый предмет этого модуля. Предпринимательство и инновация. Это тот предмет, который я задам. Это 5 точков. И мы делали свои предметы, но 5 точков, потому что более не менее все университеты Европы пользуются той системой, что один предмет это 5 точков. Нет таких мелких предметов 1 очка или 1,5. 5 точков и все. Кредит. Кредит. То есть, не знаю, что мы говорим о текущем, я говорю о русско-струбском. Это кредит, да? И теперь модуль. Сюда входят разные предметы. Я покажу сколько их. И основная цель вставлена с тем, что этот модуль проходят все студенты. То, что я вам говорил. Все должны пройти. Независимо от того, что, когда, где они учатся. Они должны это осваивать. Они должны знать, что такое предпринимательство. Что значит быть предпринимателем повседневно, семейной жизнью и так далее. Какие соответствуют ли они своим свойствам. Предпринимчивые ли они или нет. И так далее, и так далее. Они должны, в конце концов, уметь начинать свой бизнес в прямом смысле. Они должны все уметь писать бизнес-план. То есть уметь делать расчет, анализировать рынок и делать расчет, стоит, не стоит начинать это делать. Они должны это делать. Сточку безупротечных. Но там и множество других показателей. Самый главный вопрос, на что должен ответить бизнес-план, это стоит или не стоит заниматься делом. Это самое главное. И это они должны все уметь делать. Теперь этот модуль. Здесь окно. Это первый предмет. Это предпринимательство инноваций. Петточку. Который даст такую шагу. Семестно. Что заделывает предпринимательство. И далее идет уже более конкретно. Петточку. Это правоведение. Маркетинг. Укатерский учет и финансы. Основы управления. И они идут отдельно. А и параллельно. Если семестр начинается, через 2 месяца. Это первый курс. Первый курс на уровне рекламного высшего образования. Пока лаузер. Первый курс. И разрабатывает на основе этой идеи. Бизнес-план. То есть это разрабатывание бизнес-плана. Бизнес-план один предмет отдельно. Но идет как будто бы параллельно. При освоении других предметов. И скажем. Если идет предмет маркетинга. То этот преподаватель. Который даст маркетинг. Он в это же время. И как будто бы руководитель. По созданию бизнес-плана. Раздел маркетинга. Также и финансы. Правовое. И так далее. То есть в конце концов. Где-то в феврале месяца. Студенты должны уже представить свой бизнес-план. И это отдельно оценивается. Они должны докладывать это дело. То есть мы контролируем не только сущность бизнес-плана. Мы посмотрим, как они это сделали. Как они это оформили. Как они сумеют эту свою личность и идею передавать. Показать. Они должны. И, ну, скажем, вынуждены должны. Образно говоря. Продавать свою идею нам. Если это нам нравится. Мы скажем, отлично. Они вынуждены. Они вынуждены это делать. Как в жизни. Ты должен быть себя продавать. Повсидент. Это и есть защита бизнес-плана. И тогда выбирается. Но на этой защите, это первая линия защита, там максимальная оценка будет в тройках. Наша система оценивания у нас 6-ти балловая система. Единственный балл негативный это ноль. То есть нет знаний. А знаний по нашей понятии нет. Если ты знаешь меньше половины. Тогда ноль. От 50-ти процентов до 60-ти процентов это единица. Потом двойка, тройка, четверка, пятерка. Значит, более 90-ти процентов осваивают знаний. Это, значит, пятерка. Отлично. Значит, на первом этапе бизнес-плана максимальная оценка будет в тройках. Но скажут, что вот эти и эти бизнес-планы могут идти на следующий круг, если выходить. Если не хотите, с этим лучшее получили тройку и все. Но те, если хорошие бизнес-планы, могут получить лучшую оценку. Иначе на 4-5 они идут как будто бы на новый конкурс. И тогда будет уже конкурс. И там будут жюри этого конкурса, будут преподаватели, уже другие. И там уже оценивается реальность этой идеи, внедрение этой идеи. И та группа, которая свои идеи выиграет, получает от нас приз, по-моему, это было 1000 евро, чтобы начинать свой бизнес. Современно этот модуль работает на киномах. То есть это как будто бы групповая работа. Все? Вопросы есть? Нет, вообще, пожалуйста. Пожалуйста, у вас какие-то самые бизнес-планы, которые вы реально рассматривали как бизнес и использовали в своей работе? Может быть, какие-то бизнес-планы непосредственно реализовываются? Хорошо. Этот вопрос довольно так часто задавал. Студенты спрашивают от нас, что вот вроде бы бизнес-идея – это большой секрет. И никто не хочет говорить, какая у него бизнес-идея. Наш ответ очень простой. Сама бизнес-идея никакой секретности не имеет. Потому что самый большой секрет – это тот человек, который будет внедрять в его жизнь. И бизнес-идея – очень простые вещи. Кто хочет делать паритмахерскую? Кто хочет делать персону красоты? Кто хочет делать что-то другое и третье? Что здесь секретного? Чуть и ничего. Из-за именно идей – обыкновенный справа. Если кто-то думает, что мы собираем различные роды идеи себе и потом будем венитровать их жизнь, такого не будет. По простой причине. Во-первых, у нас нет столько средств, чтобы это делать. И во-вторых, нет таких людей, которые сумели бы это делать. Преподаватель, как правило, не всегда предприниматель. Это разные способности. Быть хорошим преподавателем, значит быть хорошим предпринимателем. И наоборот. Поэтому мы никогда этого не делали. Кроме того, что здесь вопрос и этики. Обыкновенной этики. Так как мы сами учим другим этику, то мы сами никак не можем это хорошее. То есть, если есть хорошие идеи, мы скажем, на наш взгляд, это хорошая идея, будьте любезны, займитесь этим делом. Мы обычно стараемся не оценивать, если есть идею. Потому что студенты иногда и злые. Они так говорят, что вот вы сказали, что это хорошая идея. Теперь я начал делать, и у меня не получилось. И вроде бы вы виноваты. Поэтому мы как-то, мы оцениваем умение создать бизнес-плату. Понят? Спасибо. Вопрос еще есть? Наежность. Нет. Все понятно. Ну что, коллеги, нам еще предстоит осмыслить сегодняшний диалог. Завтра мы будем общаться еще раз. Да, еще одно будущее. Вот эта книга, которую вы здесь видите, да? А где-то там вперед нашла. Это один из идей, что мы принесли с собой. Хотели бы это с вами разделить. Эта книга, мы это оформили как учебник для гимнафистов. Авторы этого учебника, преподаватели экономических факультетов Таркутского университета, Талинского технического университета и нашего университета. Я главный актор этого дела. Но в деле это как учебник, как создавать свой бизнес для всех, независимо от возраста и так далее. Но в коммерческом смысле мы делали это как для гимназистов, чтобы лучше продавать. Потому что здесь никто нас опять не поможет. Это в Эстонии первый оригинальный учебник для гимназистов, предпринимательского учебника. Поскольку я, когда я делал этот учебник, я ходил бы в магазины в Петербурге и Москве, не нашел бы огромного на русском языке. Конечно, может быть здесь есть. Но если нет, можно было бы думать, чтобы делать уже совместно. Это для Новгородской школы. Я думаю, что это было бы полезно. Написано оно очень простым, легким языком. И для меня была одна из самых больших проблем, когда мы писали эту книгу, что я был вынужден одну треть преподавателей университета, в том числе докторов наук, говорят с этого проекта, потому что они не умеют писать по простой причине. Они так сложно говорят о простых вещах. Но на мой взгляд, мудрость заключается в том, что человек умеет, а о сложных вещах говорит просто. Вот это мудрость. Материал для учителей, рабочий тетрадь. Вот такую же задачу поставили в кафедре ботаники. Профессор Бережна не довела до вас, да? Нет. По биологии посмотреть, что можно предложить для студентов, для наших учеников 13 классов по биологии, для того, чтобы сориентировать на постсокриную область. Мы же бы на самом эту тему обсуждали, но она вам не доводилась, да? Я хорошо. Тогда напомните ей об этом, ладно? Но это не из области предпринимательства, а из области биологии. В его случае у нас это первый шаг на пути к сотрудничеству. Мы завтра еще будем обсуждать. У нас, к сожалению, демократия чуть повеньше, чем у нас. Это не, демократия, это всегда так, мои хорошие. Сколько ты сама себе отхватить и... Как ты себя посадишь? Вот. Завтра мы будем обсуждать. Вопросы у кого появятся, пожалуйста, завтра. Конечно, тема серьезная, поскольку надо понять, как мы с вами сотрудничать, как ребят сориентировать. В любом случае, те вопросы, которые сегодня, наверное, не все были, не все были раскрыты, это важны. Для меня сегодня понятно, очевидно, я думаю, что для большинства из вас, что у нас поток информации для наших студентов по основным направлениям подготовки и специальности и основным направлениям профиля ВИРОВАНО. Достаточно очевидно и понятно, что мы даем в правильном направлении, в правильном, так сказать, русской. Но вопросы предпринимательства, управления проектом, управления цепями проекта, бизнеса, абсолютно неадекватны, так сказать, с нашей текущей ситуацией по даче основных знаний по основным специальностям и управлениям. В этом мы должны как-то с вами и работать. Либо это мы будем работать с университетом предпринимательства, в части даже и по переподготовке части преподавателей. Я думаю, что это тоже реально договориться. Приглашать, проводить мастер-классы, это тоже, наверное, реально, господин Сальдер. Бюджетно это будем смотреть, искать. Правда, у нас нет программы Евросоюза, но будем идти к этому пути. Другого пути у нас нет. Сегодня нас критикуют за то, что кадры, так сказать, неадекватно вписываются в наш промышленный комплекс. Но это не наша с вами вина, но в том числе и учить этому надо. Уметь организовывать свой бизнес, вплоть до того, что устроить песочницу возле академии, я немножко утрирую, да, и навести туда игрушечных машинок, эскаваторов и бульдозеров, и выстроить им логистику, где малым габаритом возить, где большим, где больше затрат, где меньше, как степлом сегодня здесь в академии, что я не могу отрегулировать. За 20 лет мы настолько развалили все, да, что топим улицу. Конечно, этого учить надо, с этого надо учить. И однозначно сегодня сейчас реча полезна. У нас замечательная научная школа, не устаю повторять это, замечательное основное направление деятельности, да, но отсутствие полное понимания, что такое бизнес, что такое организация бизнеса, как ребята должны бизнес свой построить на селе, бояться они этого. И, к сожалению, это факт. И вот те моменты, которые сегодня Томас говорил, Маргарита, ну не все раскрыли, потому что невозможно это общее такое обстоятельство. К этому будем идти. Или с университетом предпринимательства, большей школы экономики, с другими, так сказать, высшими учебными заведениями, ближнего, дальнозаруберия однозначно. Поэтому готовьте предложения, вопросы, темы. Как бы вы хотели поменять, вот у нас Абашин ушел, господин Абашин, интересно это уже, да? Вот, поэтому ставка, конечно, для молодежи большая. Как мы сегодня поменяем систему организации учебного процесса? Как мы сегодня правильно будем ориентировать бизнесы наших ребят? От этого намного зависит и приток в академию, и престиж наш, и авторитет, и зарабатывание средств. Давайте обеспечим хотя бы 2,5 тысячи вне бюджетников, как они сегодня обеспечили, сокращая с 4 тысячи. Будет прибавка к зарплате, и к тому, и к другому, да? Есть стимул, о чем работать, но федеральный закон нас ни в чем не ограничивает с вами, да? Поэтому я очень хочу, сказать, завтра еще вас увидеть с вопросами, с темами, с какими-то своими предложениями, конкретно по своим направлениям. Будем индивидуально обсуждать. Если не договоримся сегодня, договоримся. Следующий приезд, у нас еще диалог будет продолжаться, и мы съездим обязательно, я и Дуна, и вы знаете, что много сегодня финансированных поездок преподавателей, и чтобы они были эффективны с целью, и с КПД была отдача. Поэтому за сегодняшнюю встречу вам спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ